В зону возможного подтопления в этом году, по словам заместителя главы администрации Краснокамского района по строительству ЖКХ и экономики, попадают семь населённых пунктов. Если уровень реки Белый поднимется до 8 метров, в опасности будут 1700 жителей сёл Старо-Янзигитово, Старая Мушта, деревень Старый Каинлык, Янгузнарад, Киргизово, Бурнёш и Новый Татыш, а также сельхозугодия и нефтепромыслы. Олег Гельфанов отметил, что осмотр гидротехнических сооружений проведён и район готов к пропуску весеннего паводка 2016 года. Главам администрации сельских поселений, имеющих на своём балансе гидротехнические сооружения, было рекомендовано подготовить запасы строительных материалов у плоти дамб для проведения аварийно-восстановительных работ в случае разрушения ГТС. Также осуществлю комплекс мероприятий, направленных на уменьшение ущерба гидротехническим сооружениям. На территории района будет организовано дежурство. Предварительно была названа дата с 11 апреля по 13 мая. Но глава района Розив Гельмулин попросил пересмотреть дату и рейдовые мероприятия начать раньше, поскольку на паводковую ситуацию могут повлиять дожди, которые идут в эти дни. Также в сельских поселениях будут организованы гидропосты для замера уровня воды в реках Кама и Белое и информирования населения о ситуации, в том числе через громкоговорители. Для ликвидации возможных ЧАЭС в бюджете района зарезервирован 1 миллион рублей. С докладом о планах ликвидации аварии на гидротехнических сооружениях выступило мастер учреждения по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружения реки Белый. Семь населенных пунктов с количеством населения, как уже было сказано, более 1760 человек в расположении на этой территории объектами экономики, коммуникациями, автодороги, объекта нефтедобычи. В случае, что, не дай бог, размер вреда, который может быть причинен в результате аварии на инженерных защитах, согласно декларации безопасности, составляет 2 миллиарда 854 миллиона 228 тысяч рублей. Мирдалиф Тухбатулин отметил, что специалисты организации проводят ежедневный мониторинг за состоянием всех сооружений, делают замеры уровня воды, толщины льда и снега. С 1 апреля запустят в работу часть насосов для защиты подведомственной территории. В целом, службы и предприятия района готовы к пропуску весенних вод. Главам сельских поселений было рекомендовано осмотреть мосты, где это необходимо очистить опоры от мусора и льда.